Добрый день! Сегодня с вами рубрика «Вопрос на засыпку» и я, Кукушкина Наталья. И как было обещано, сегодня я озвучу правильные ответы трёх вопросов на засыпку. Первый звучал так. Не правда ли, что сжечь первую редакцию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакову якобы приказал Николай Васильевич Гоголь, явившийся Булгакову во сне? Правильный ответ – нет. Это не так. И Гоголь, который, как известно, сжёг вторую часть своего романа «Мёртвые души», не при делах в плане сожжения Булгакова «Мастер и Маргариты». Михаил Булгаков сжёг первую редакцию романа «Мастер и Маргариты» вовсе не после сна с Гоголем, а после получения из главного репертуарного комитета, был в нашей стране такой комитет, отказа по его Булгакова новой пьесе «Кабала-Свитош». Так что в сожжении первого варианта «Мастер и Маргариты» виноват вовсе не Гоголь, а «Свитоша» из главного репертуарного комитета. Второй вопрос на засыпку был о Гоголе. Николай Васильевич до того не любил фотографироваться, что даже вырезал себя на единственной прижизненной фотографии, сделанной Сергеем Левицким. Правильный ответ – нет. Это не так. Хотя Гоголь в силу своего мистического мировоззрения действительно очень не любил фотографироваться, единственный снимок уцелел. Мой третий вопрос на засыпку касался Льва Николаевича Толстого. Правда ли, что у Льва Толстого был внебрачный сын, который, внимание, работал кучером у своих же младших братьев, но только рожденных в официальном браке Толстого Софьи Андреевне без Толстой? Правильный ответ – да. Это правда. Мальчик, ставший впоследствии кучером у своих родных по отцу братьев, был рожден в результате романа Льва Николаевича Толстого с замужней крестьянкой Аксиньей. Этот роман приключился у любвеобильного в молодости классика за несколько лет до брака Софьи Андреевны Берс. И на этом все. С вами была Кушкина Наталья. До новых встреч на полях отечественной словесности.